Здравствуйте, меня зовут Кукушкина Наталья, я начальник отдела продукта и аналитики группы ЦДС. Сегодня мы с вами вернулись на строительную площадку проекции ЦДС город первых и посмотрим как строится детский сад и новые корпуса. Сейчас как раз мы находимся на территории детского сада на 325 малышей. Видим, что все монолитные работы уже завершены, ведется устройство кровли. На фасаде укладываем утеплитель и наносим штукатурный слой. Идет монтаж стеклопакетов. Скоро тепловой контур будет закрыт и строители приступят к отделочным работам. Детский садик рассчитан на 325 воспитанников. Здесь появится 14 групповых ячеек, каждая из которых состоит из раздевальной, игровой, буфетной, спальни и туалетной комнат, музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда и психолога, классы для учебных занятий в группах по 8 человек и, конечно, медицинские и пищевой блоки. На участке вокруг здания запроектировано 14 игровых площадок с теневыми навесами, качелями-каруселями, своя для каждой группы и две общие спортивные площадки с оборудованием для командных игр и физкультурных занятий. Ну а на фасаде тем временем появились выкрасы. Это значит, что строители тестируют финальный слой краски и скоро здание детского садика впишется в окружающую жилую застройку. А внутри продолжаются черновые отделочные работы. Выстроены все внутренние перегородки, залита стяжка пола, на стенах выполнен первый слой черновой штукатурки и выстроены уже все лестничные марши. Детский садик должен открыться уже в 2025 году. А мы с вами переместились на строительную площадку корпусов 4.5, 4.6 и 4.7. Рядом с пятым корпусом ведется строительство наземного паркинга. Он будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года. Сейчас строители завершили все монолитные работы и приступили к фасадным. На корпусе 4.5 монолитные работы ведутся на уровне 12 этажа, на корпусе 4.6 – 13 этажа, а на корпусе 4.7 – на уровне 6 этажа. На нижних этажах всех корпусов уже монтируются внешние стены из газобетона и внутренние перегородки из позагребня. В ближайшее время строители приступят к монтажу стеклопакетов. Ну а сейчас поднимемся на этаж и посмотрим, что происходит внутри. Пока на верхних этажах заливают монолит, на нижних уже частично выстроенные внутренние перегородки и ведется монтаж инженерных систем. Ну а мы с вами прогуляемся по планировкам. Начнем со студии в пятой секции, площадь 26 квадратных метров с учетом лоджии. Обратите внимание, что в этой квартире целых два световых проема. В выделенной прихожей видим уже традиционную глубокую нишу для хранения и здесь же просторный санузел, в котором помещается полновесная ванна, а это редкость для студии, и стиральная машинка. Это очень важно для таких компактных квартир. В выделенной нише размещаем кухонный фронт, совмещенный с обеденным столом, здесь же выход на остекленную лоджию, а в остальном пространстве раскладной диван и рабочий уголок рядом со светлым окном. Из этого окна мы можем оценить размер закрытого двора и расстояние до соседних секций. Самая популярная планировка во всех наших проектах с одной спальней и кухней-гостиной. В городе первых она, конечно, тоже есть. Выделенная прихожая с глубокой нишей для хранения и здесь же полновесный санузел, который вмещает все необходимое оборудование, ванную, раковину, унитаз и место для подключения стиральной машинки. Изолированная спальня площадью от 11 метров и шириной около трех. Здесь поместится двуспальная кровать с прикроватными тумбочками, платяной шкаф и, возможно, останется место для туалетного или письменного столика. Ну и кухня-гостиная площадью около 14 квадратных метров. В этой планировке ниша для кухонного фронта специально выделена, а в основном пространстве и комнаты хватит места для размещения обеденной и диванной группы, конечно же, рядом со стекленной лоджией. Квартира во второй секции с двумя спальнями и просторной кухней-гостиной. Она угловая, в ней целых 5 световых проемов. Площадь этой квартиры различается в зависимости от этажа и достигает целых 70 квадратных метров. Сразу на входе в квартиру мы видим, что грязная точка вынесена с основных путей перемещения. Это стандартное решение для большинства наших планировок. По правую руку глубокая ниша для встроенного шкафа шириной не меньше 60 сантиметров, а по левую руку раздельный санузел. Это очень удобное решение для семьи, чтобы не мешать друг другу в утренние и вечерние часы пик. Две спальни примерно равнозначной площади, но в одной из них два окна. Двухчастная кухня-гостиная, почти 20 квадратных метров. Вот здесь в нишу удобно встает угловой кухонный фронт рядом с выходом на остекленную лоджию. Как вы помните, вот этот оконно-балконный блок будет полностью прозрачным. А у второго окна размещаем столовую и диванную группы. На некоторых этажах площадь этой лоджии достигает 10 квадратных метров. Это значит, что на ней вы можете организовать зимний сад или фитнес-пространство. И финальная планировка этого ролика – квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной площадью 88 квадратных метров. Привычная нам выделенная прихожая с очень глубокой нишей для хранения. Здесь хватит места не только для гардеробной, но и чтобы хранить, например, велосипед или коляску. Сразу от входа мы видим естественный свет, который попадает в кухню-гостиную из этого роскошного оконно-балконного блока. Эта квартира идеально зонируется на общественную и приватную части. Вот здесь можно поставить дополнительную перегородку, отделив таким образом кухню-гостиную и гостевой санузел от трех спален и основного санузла. Ну и вишенка на торте. Остекленный балкон площадью 8 квадратных метров. Один выход организован из кухни-гостиной и второй выход из одной из спален. Идеальное место для утренней чашечки кофе. Сегодня мы с вами побывали на строительной площадке детского садика и новых корпусов проекта CDS Город Первых. Ну а познакомиться с доступными к покупке квартирами вы можете в офисе продаж. Он открыт ежедневно с 10 до 19 часов, так что звоните и записывайтесь на встречу. Больше информационных видео смотрите на портале cds.video. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!